Всем добрый день! Меня зовут Валерия. Сегодня напомню еще про не очень дешевые аптечные таблетки, которые помогают не только поддерживать наше здоровье, но и нашу молодость. Да, вы не слышали, что именно эти таблетки великолепно омолаживают наш организм и они же поддерживают нашу красоту. Кстати, в нашей внешности эти таблетки влияют абсолютно на все. Например, на состояние кожи. Они убирают излишнюю сухость нашей кожи, не повышают ее упругость и эластичность, помогая разглаживать морщинки. Но эти же таблетки влияют на состояние ногтей и волос, делая их более эластичными, здоровыми и упругими. То есть эти таблетки борются с ломкостью и сухостью и ногтей, и наших волос. Так вот, речь идет про обыкновенные таблетки Аскарутин. И я думаю, теперь очень многие вспомнили, поскольку эти таблетки известны с советских времен. И когда еще не было таких таблеток, как Детролекс, Флебоди, именно Аскарутин назначали не только для укрепления стенок сосудов, например, когда у нас с вами появлялись какие-то синяки по телу, но и для борьбы с варикозом и с оттеками ног. Поэтому можно сказать, что это мягкая альтернатива, не аналог, а именно альтернатива, когда мы с вами не можем себе позволить на постоянной основе такие дорогие препараты, как Детролекс и Флебоди, мы с вами можем употреблять копеечные таблетки Аскарутин. Так вот, я напомню, что Аскарутин это сочетание аскорбиновой кислоты, витамина С и рутина, то бишь витамина П, поскольку витамин П, рутин, способствует более лучшему усвоению витамина С, Аскарутина. И именно такое сочетание делает эти таблетки наиболее эффективными. Про витамин С я на своем YouTube-канале сделала уже отдельное видео. А сейчас в промеркнем углу будет всплывать на него подсказка, в котором сказала вам, что витамин С я считаю главным витамином для омоложения нашего организма. И действительно, витамин С в последние годы очень хорошо изучается, продолжается изучаться, и ему отводят роль не только мощного антиоксиданта, но его теперь ученые называют как одно из основных веществ для жизнедеятельности. Представляете, насколько витамин С важен для нашего организма? И вся печаль в том, что витамин С не синтезируется в нашем организме, мы его можем употреблять только извне. И почему именно сейчас, когда весна, апрель месяц, я вам рекомендую именно эти таблетки? Потому что сейчас мы с вами начинаем страдать от того, что у нас ослабленный иммунитет, вообще у нас мы можем испытывать гиповитаминоз, поскольку сезон цитрусовых заканчивается, а некоторые вообще не употребляют цитрусовые, поскольку у них непереносимость их. Ну и также у нас с вами начинаются проблемы с нашей внешностью. Опять-таки, та же самая сухость кожи. Наша кожа становится уязвимой к ультрафиолету, у нас с вами появляется ломкость и ногтей, и волос. Ну и теперь еще раз напомню, зачем нам нужен витамин С в целом, с точки зрения здоровья, с точки зрения красоты. Так вот, прежде всего витамин С это мощнейший антиоксидант. И он борется с такой проблемой, как оксидативный стресс. То есть он не только важен для нашего здоровья, поскольку борется со свободными радикалами, но свободные радикалы это одна из основных причин раннего старения, даже в целом старения нашей кожи. Поэтому витамин С очень важен и для здоровья в целом, да, и для сохранения нашей молодости и красоты. Но при этом еще витамин С выступает как коэнзим. Он участвует в регенерации костной и соединительной ткани. Ну, с одной стороны, кости нам важны, особенно женщина в состоянии преклимакса, климакса и постклимакса. Это как само собой разумеющаяся. Ну и соединительная ткань. Согласитесь, после 40 лет мало кто чувствует себя здоровым человеком и не ощущает болевых ощущений или хруста, например, в суставах. Но опять-таки, соединительная ткань это упругость и эластичность, в том числе и нашей кожи. Поэтому нам важен витамин С и здесь. Дальше. Он нужен нам для акклиматизации и для нормального состояния нашего иммунитета. И витамина С нам нужно порядка 100 мг в сутки. Но, в принципе, в одной таблетке аскорутина содержится 50 мг. То есть, вполне достаточно пить всего лишь навсего одну таблетку аскорутина для того, чтобы поддержать свое здоровье и свою молодость. Остальное мы будем употреблять с пищей. Но если у вас дефицит действительно витамина С, то две таблетки аскорутина, это буквально сущие копейки, поможет вам избавиться от дефицита витамина С. Кстати, дефицит витамина С мы испытываем при низких температурах, при хронических заболеваниях. Когда у нас, допустим, мы с вами перенесли какие-то инфекционные заболевания. Почему витамин С назначают, когда мы с вами болеем ОРЗ, ОРВИ? Он не лечит вирусные инфекции, но он помогает нашему иммунитету. И, что немаловажно, витамин С в дефиците у тех людей, которые живут в больших мегаполисах, где есть городской смог или выхлопные газы. Потому что это все свободные радикалы, на которые будут тратиться витамин С. Поэтому, если вы живете в городской среде, я опять-таки возвращаюсь. Почему именно весной я вам рекомендую аскорутина? Потому что деревья еще не в цвету, не в той зелени, которая перерабатывает излишние выхлопные газы. Мы испытываем и у нас пониженное содержание кислорода, плюс повышенное содержание свободных радикалов. Ну и также витамин С защищает клетки и ткани от повреждений. Он нормализует обмен веществ, он способствует синтезу каллогена, стероидных и нейрогормонов, участвует в обмене железа и фолиевой кислоты. Он также регулирует свертываемость крови. Он укрепляет стенки сосудов, о чем известно очень многим, но мало кто знает, что он обладает противовоспалительным действием. Он снижает аллергические реакции, он повышает наш иммунитет, он поддерживает нервную деятельность, участвует в расщеплении жиров, ускоряет регенерацию тканей и препятствует перерождению наших клеток. То есть он борется с онкологией. Более того, при дефиците витамина С мы с вами можем что испытывать? Это усталость, это постоянные простуды, это медленное заживление ран, кровоточивость, сухость кожи, ломкость волос, снижение иммунитета, даже выпадение волос. Мы можем испытывать при дефиците витамина С, боли в суставах, ну и в общем-то даже депрессия. Вот настолько важен витамин С для нашего здоровья. Что же касательно рутина, то я про него вам очень часто говорила в видео, когда рассказывала про такую мазь, как траксирутин. То есть мы там с вами рутин использовали наружно для укрепления стенок сосудов. Так вот рутин тоже применяется для укрепления стенок сосудов, и он устраняет воспаление с этих самых стенок сосудов. А теперь смотрите, я же проговорила, что витамин П, то есть рутин, он усиливает действие витамина С, и они фактически работают в паре. И если мы с вами во всем нашем организме укрепляем стенки сосудов изнутри, значит все наши органы и системы будут получать достаточное количество питательных веществ и кислорода. То есть вот таким вот образом, восстанавливая вот эти транспортные артерии, по которым течет кровь, мы с вами и улучшаем состояние нашего организма. Но рутин еще известен не только этим. В своих видео про троксирутин, про мазь троксирутин, я вам говорила, что рутин влияет на такой фермент, то есть он снижает активность такого фермента, как гиалуронидаза. Именно этот фермент разрушает гиалуроновую кислоту. Таким образом, благодаря рутину мы с вами сохраняем достаточный уровень гиалуроновой кислоты, а значит увлажненность нашей кожи будет повышаться. Поэтому применение рутина в мазях или применение его внутрь способствует тому, что мы с вами не только будем способствовать синтезу коллагена, но мы с вами будем удерживать гиалуроновую кислоту. То есть мы с вами будем отвечать за увлажненность нашей кожи. Но и это еще не все. Рутин участвует в синтезе интерферонов, то есть он тоже поддерживает наш иммунитет. Благодаря тому, что рутин укрепляет и снимает воспаление со стенок сосудов, делая их более эластичными, как следствие он способствует снижению артериального давления при гипертонии, а также он способствует уменьшению отеков, если таковые у нас имеются. Плюс он снижает агрегацию тромбоцитов. И рутин, кстати, в частности рекомендуют использовать для профилактики инсульта, инфаркта, для лечения варикоза или вообще каких-то проблем с сосудами. Кстати, рутин, как и витамин С, используются для уменьшения вредного холестерина в крови. Поэтому такие таблетки, как Аскорутин, многие специалисты уже рекомендуют для устранения холестериновых бляшек в сосудах. То есть вот такое сочетание витамина С и рутина не только влияет на состояние стенок сосудов, но в том числе и на уменьшение холестериновых бляшек. И да, кстати, забыла сказать, что витамин С рекомендуется японскими учеными для лечения старческой немощи. Об этом я говорила вам в том большом видео. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше суперспасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз, огромнейшая вам благодарность от меня. Поэтому вот такая вот очень дешевая добавка в виде аскорутина, то есть сочетание витамина С и витамина П, то есть рутина, потрясающе влияет не только на наше здоровье, но и, соответственно, на нашу внешность и помогает сохранить нам молодость нашего организма. Так что берите себе на вооружение, употребляйте в качестве пищевой добавки 1-2 таблетки в день. Можно пройти курсом 1-2 месяца, и вы увидите, как ваше здоровье улучшится и как улучшится ваша внешность. Будьте здоровы!